Платье с кринолином, фраки, мазурка, полька, вальс. И это не кадры из кино, а традиционный пушкинский бал в Одинцовской 17-й школе. Каждую весну в марте обычные школьники на один день превращаются в светских дам и кавалеров. Присутствует и текст классической литературы, и присутствуют танцы 19-20 века, достаточно показательные, интересные, несовременные абсолютно. Поэтому создается очень интересная атмосфера, позволяющая всем отдохнуть и получить удовольствие. Весь год ребята репетируют на занятиях театрального кружка под руководством Натальи Чаленко. Изучают не только музыку и танцы, готовят костюмированные представления по произведениям классиков, приглашают на бал родителей, друзей и близких. В этом мероприятии принимает участие наш музыкальный руководитель, членка Наталья Анатольевна, который вкладывает всю свою душу в это мероприятие. Дети 8-11 классы, педагоги и родители. И вот это единение нам позволяет направить наших учащихся на такое действительно духовно-нравственное, эстетическое развитие детей. Обычная совесть человеческая, которая бегает между нами тут, виляет перед проблемами какими-то и хочет жить в удовольствии. Главное, чтобы у него были деньги и развлечения. В этом году ребята выбрали комедию Гоголя «Ревизор». Ее главные герои – воплощение типичных пороков общества. Лицемерие, взяточничество, глупость. Справились со своими ролями не хуже профессионалов. Пошел вон, дурак! Хотя стой, запрягай! Из Петербурга в Саратовскую губернию. Но делать нечего, надо ехать. Театральные постановки очень помогают в изучении родной литературы, культуры и истории. А еще раскрывают актерские способности. Это как лицо нашей школы. То есть мы представляем таким образом школу, показываем, что есть также творчество. Мы оставляем след в истории этой школы. Каждый участник. Школьники очень старались, чтобы этот пушкинский бал получился незабываемым. Остается ждать следующего балла, но он пройдет только через год. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.